Татарстан 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 Он принялся в программе «Экономикс». Также он провел лекцию, где рассказывал о политической ситуации в России через 50 лет. Мы не отстали от темы и узнали прогнозы Вассермана на будущем молодежи. Какова молодежь России сейчас? Какой она будет через 50 лет? Естественно, через 50 лет молодежь изменится, поскольку изменится и весь мир. Как именно изменится, предсказать пока трудно, но надеюсь, что поскольку весь мир к тому времени будет намного более коллективистским, чем сейчас, когда его искусственно пытаются раскалывать на людей, не способных помогать друг другу и оказывающихся один на один с крупными корпорациями, то, наверное, и молодежь тоже будет значительно более коллективистской, чем сейчас. Ну а как я смотрю на нынешнюю молодежь? Нынешняя молодежь любит роскошь, имеет плохие манеры, презирает авторитеты, сказал Сократ. Как видите, за прошедшие два с половиной тысячелетия ничего не изменилось. И так же, как тогда, так и сейчас нынешняя молодежь всегда хуже, чем надеется старшее поколение, и всегда с годами оказывается лучше, чем ожидают старшие поколения. Думаю, что и эта молодежь превзойдет мои ожидания. Мы не упустили возможности задать самый популярный вопрос Вассерману. Сколько весит ваша жилетка? Зачем вам столько предметов носить с собой? Сейчас мой жилет весит примерно 7 кило. А ношу я много всякого, потому что при моей кочевой жизни очень многое может понадобиться совершенно неожиданно и очень срочно. Я ношу с собой даже инструмент для спасения попавших в автомобильные аварии, хотя он мне, по счастью, еще ни разу не понадобился и очень надеюсь, что никогда не понадобится. Но я рассудил, что лучше все-таки, чтобы он у меня был и не понадобился, чем чтобы я хоть раз пожалел о том, что его у меня не оказалось. Но в обычное время им можно просто хлеб порезать. Это было эксклюзивное интервью Анатолия Вассермана. Подробный сюжет смотрите завтра на канале Универсмотри. Анастасия Иванова, Руслан Ирозаев, Роман Самарин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова